Сегодня 30-летний повар-любитель из Копенгагена Морган Томас устраивает ужин. Но не для родственников или друзей, а для группы совершенно незнакомых людей. О мероприятии они узнали благодаря новому приложению Taste Please. Морган зарегистрировался, создал события, указал место, цену, число гостей и меню. Говорит, что ужин в компании незнакомцев – это вполне нормально, особенно учитывая другие популярные примеры экономики взаимопомощи. «Вспомните Airbnb. Десять лет назад кто-нибудь мог бы дать ключи от дома незнакомому туристу или оставить их под ковриком, или у друга, или на первом этаже в булочной. Никто. Экономика взаимопомощи разбила много стен. И эта социальная платформа Taste Please появилась как раз вовремя. Люди могут знакомиться, общаться и веселиться». А вот и гости. Морган предварительно ознакомился с их профайлами в приложении и подтвердил их заявки. Теперь самое время для знакомства и приятного общения. «Как принимающая сторона я могу испытать самые сумасшедшие рецепты, познакомиться с единомышленниками и чему-то научиться». Разработал приложение датский шеф-повар и предприниматель Фрэнк Ландс. «Как-то во время большого ужина с друзьями на 12 человек я подумал, что было бы здорово делить еду с другими хорошими людьми. Отлично было бы сделать приложение, поскольку экономика взаимопомощи работает во многих сферах». Тейст Плис доступна в 190 странах на 14 языках. Его можно скачать бесплатно. Зарабатывает оно, получая небольшой процент от выручки домашних шеф-поваров. Гости вводят данные своих кредитных карт. Плата снимается автоматически. «Я из тех, кто любит знакомиться с новыми людьми. Я этого не боюсь. Люди, которые организовывают такие мероприятия, все открыты для новых знакомств». Но могут возникнуть и трудности. Например, кому жаловаться, если ужин вас не устроил, и вы хотите вернуть деньги. Создатели приложения обещают, что будут разбираться с каждым случаем отдельно. На ужин в доме у Моргана жалоб пока не поступало.